Глава парламента сделал громкое заявление. Он сказал, что наверное стоит провести конституционную реформу, чтобы довести до конца идею парламентской республики. Каким образом? А догадайтесь. Правильно, за счет упрощения института президента. Вообще наши граждане к любым реформам относятся настороженно, а тут речь идет о форме правления. Так что же сподвигло спикера сделать такое заявление? Что? А может быть кто за ним стоит на самом деле? Стоит ли переживать президенту Дадону? А может самому Канду? Ведь перемены намечено возложить на следующий парламент. А кто в нем сформирует большинство, неизвестно никому. Об этом мы будем сегодня говорить и рассуждать. Вы смотрите Полюс. Здравствуйте. И я с удовольствием представляю вам моих гостей, людей, которые добрались сегодня до Полюса. Давайте так вот по правую руку. Сергей Мишин, доктор права, эксперт. Добрый вечер. Добрый вечер. Борис Шаповалов, политолог. И вам здравствуйте. И вам здравствуйте. Корнель Ачуря, политолог. Добрый день. И ждем с минуты на минуту, вот, ну прям вовремя. Господин Загородный, только о вас говорили, и вы прям вот появились. Да. Анатолий Загородный, депутат, представляющий Демократическую партию Республики Молдова. Вот прям, прям такого, как говорится, нарочно не придумаешь. Как по заказу. Есть территория, правильно к вам. И правильно сделали, господин Загородный. Хорошо. Вот почему это заявление председатель парламента сделал именно сейчас? Вот неужели он так обиделся за неутверждение Сильвии Раду и господина Чубука? Господин Чуря, почему сейчас? Я не думаю, что существуют какие-то подводные камни. Я думаю, не стоит искать. Были четыре таких ситуаций политических, когда у президента, от президента отстранили. И вот эти четыре ситуации позволили сделать вывод, что, в принципе, президент, как бы, возможно, ненужная фигура в нашем политическом пейзаже. Конечно, это далеко идущие выводы. Я думаю, что такой цельной политической программы по устранению из архитектуры власти президента еще нет. Это просто некий вывод господина Канду, который увидел, что да, президент, в принципе, он как бы есть, его как бы нет. Он что-то сопротивляется, но его можно устранить. А раз у нас есть парламентская республика, такой вывод может сделать любой, то вроде бы как президент и не нужен, эти функции может исполнять и парламент. А еще лучше эти функции может исполнять спикер. Да, сам Канду. Почему бы нет? Естественно, каждый тянет одеяло на себя. И я думаю, что в парламентской республике вот это возникновение проблем, а зачем нам президент, оно всегда существует. Потому что в парламентской республике президент это часто символическая фигура. Благодарю вас. У меня только один вопрос к вам, господа. Вот смотрите, такой уважаемый политолог, как Корнелию Чуря, говорит все время, когда участвует в моих эфирах, говорит так. В парламентской республике вот то-то, в парламентской республике вот то-то. И в парламентской республике принято так-то. А у нас как? Нет, у нас по конституции нет парламентской республики. У нас конционный суд пишет свои писольки, если можно. Нет, ну не надо. Вот до их уровня не надо скатываться. Давайте скажем, выносит свои вердикты. Да, вот так, пожалуйста. Меняет конституцию. Вы понимаете, сама постановка вопроса, я понимаю господина Канду, он все-таки политик, один из ярких лидеров демократической партии, но он у нас в последнее время исполняет роль такого говоруна, корабельник такой, знаете, выходит и начинает на все темы рассуждать, где аварии какие-то происходят, где какие-то здания рушатся, в России может, а в Европе нет, в Молдове тоже, все мы это слышали. Вот он дошел до государственного управления, ну, во-первых, это не господину Канду решать, это однозначно, потому что это решение народа, изменение конституции и так далее, а сегодня, насколько я знаю, по последним социологическим данным и разных социологических служб, 80% населения республики Молдова выступает за президентскую республику, за президентскую республику, поэтому господин Канду может говорить все, что он хочет, это всего лишь прессование воздуха, потому что изменение конституции это сложная очень процедура, и я понимаю, почему он это делает, земля рушится у демократической партии под ногами накануне выборов, потому что то, что они владеют административным ресурсом, более половины приморовы в территориях и так далее и тому подобное, это все очень замечательно, да, но голосование ведь будет не идти по такому пути, здесь все-таки два момента, есть округа и есть партийные списки, пока у нас выборы по этой системе не проводились, здесь вообще вилами все по воде расписано, беспокоит их прежде всего господин Канду авторитет президента Игоря Дадона, это прежде всего, это первый момент, а авторитет президента Игоря Дадона, лидера социалистической партии, это авторитет партии социалистов, и естественно это сказывается на выборах, и есть вторая конкретная причина всех этих вот временных отстранений президента, всех издевательствах над народно избранным президентом, его несогласие с кадровой политикой демократической партии, но это принципиальное несогласие, и вот, ну вы видели, да, это было много раз, ну назначать, извините, финансиста на министерство обороны, это смешно, назначать переводчика-филолога на систему здравоохранения, это смешно, когда мы выдвигаем требования к обыкновенному государственному служащему, соответствующее образование, 5 лет работы в системе, стаж, да, мы любого просто директора попробуйте назначить, главного врача без образования, а министра получается любого дурака можно назвать. Поняла, господин Загородный, вот господин Канду сделал это свое заявление, мы сейчас пытаемся понять, почему он это сделал. А давайте начнем с того, что его спровоцировало на это заявление, может быть, вы берете его всерьез, я могу сказать, что это риторическое такое было заявление, что зачем нам нужен президент, потому что вы, господин Шаповалов, я извиняюсь, но... Я начал бы с того, что господин президент нарушает Конституцию. Референдум? Давайте оставьтесь, оставьте, оставьте, я вас не перебивал, я вас не перебивал. Одну минуточку, есть нарушение Конституции, есть конституционная норма. Да подождите, вы не перебивали, я вас не перебивал, подожди. Боитесь. Я не боюсь, никого не боюсь, особенно вас. Пусть скажет, господин Загородный, пожалуйста. Поэтому я говорю, что давайте начнем с того, законодательно, с того, как президент Гаран, как Гаран Конституции, как он ее выполняет. Нравится тебе, не нравится? Можно я поправлю вас? Президент, нигде не написано, что он Гарант Конституции. Подожди. Вот мне кажется, давайте, вот я зрителям хочу все время это сказать, он Гарант Суверенитета, я правильно говорю? Да. Вот не говорите этого. Вот, Сергей Мишин скажет, Гарант. А можно, не, один вопрос, нарушение Конституции. Нет, пусть скажет уже, господин Загородный. Нет, 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 я просто хочу добавить. 98-я статья, часть 6-я, по поводу замены министров. В чем нарушение господина президента в данном случае? Объясните, пожалуйста, вот вы, как юрист, всему населению. Спасибо. В Конституции написано, да, по закону, второй раз. Нет, где второй раз? Секундочку. Нет, господин Загородный, можно я? Давайте по очереди. Вы говорите вместе и... Да, господин Загородный, можно я? Где написано в 98-й статье, что он должен с двух раз назначать, что у него есть срок 14 дней. Вот, пожалуйста, скажите мне, в Конституции это написано в законе? Слушай, я вас не перебивал. Я не перебиваю, я просто конкретный вопрос. Слушай, ну ты слушаешь, и я это скажу до конца, как политик. Ты, как политолог, слушай политиков, потом сделай свое мнение. Я не политолог. Давайте, у меня есть предложение. Давайте слушать друг друга. Если он нарушил, значит, мы не хотим оказаться в той ситуации, когда есть такой блокаж конституционный, институционный. Давайте уйдем от Конституции. Институционный, правильно на русском. Институционный. Институционный. Институционный, да. Институционный, давайте правильно так скажем. Если это он специально делает, спровоцировано то, чтобы выйти из этого блокажа, Конституционный суд высказался и дал право или парламенту, председателю парламента, или премьер-министру, чтобы выйти из этого блокажа, потому что мы понимаем стратегию партии социалистов, досрочные выборы, всякое другое, пятое из истории. Понимаете? Поэтому не надо исходить из того, что сказал господин, да, господин Конд имеет право сказать, он политик. Если он сказал риторист, это его мнение, это его право, его это никто не, он ничего не нарушил. Если это он, это его личное то, что он сказал, как политик. Но мы должны обсуждать и обсуждаем здесь то, как ведет себя сам господин Дадон, как президент. Ты что не исполняешь того? Не хочешь, будет назначать их парламент. Тогда у меня встреча. Поэтому вот такая ситуация. Не надо наговаривать Говорун, не Говорун, потому что ваш Говорун Дадон больше, чем Говорун. Где написано, что он ходил, говорил людям, что он сделает одно, второе, третье, седьмое, и что не сделал? И не сделает, пока нету большинства в парламенте. Где написано, что два депутата могут подать запрос в Конституционный суд и лишить народно избранного президента полномочий? Где? В Конституции. Любой депутат может написать в Конституционный суд, фракция, и да, по закону, кто имеет право. Господин Загородник, 38 статья Кодекса Конституционной юридикции по поводу устранения президента четко гласит. Субъектом, кто имеет право. Решается на пленарном заседании и подписывается председателем парламента. Так гласит 38 статья Кодекса Конституционной юридикции. Не любой депутат, не фракция, а именно решается на пленарном заседании и подписывается. Секунду, по каким вопросам, господин Загородник? Я привожу конкретно статью. Конкретно статью из Кодекса Конституционной юридикции. И что, вы считаете, что неправильно мы обратились в Конституционный суд? Субъектом. Кто является субъектом по отстранению президента? Они считают, что нарушена процедура. Насколько я понимаю, да? То есть нарушена процедура, должны были в парламенте, я так понимаю, принять решение. И за подписью спикера вот это иметь. Тут много говорится, что вот господин президент нарушил коммуникацию. Если это было нарушено, уважаемые товарищи, значит Конституционный суд должен был отправить обратно и сказать, господин Канду или кто-то там подписал, это неправильно вы обратились и повторно обращайтесь согласно 38-й статей. Если это Конституционный суд не сказал, значит это все было правильно и легально. Поэтому не надо взять в заблуждение людей, телезрителей. Я не ввожу заблуждение, пусть откроют. Люди в кубле могут сейчас бить и все посмотреть. Секунду. Давайте не будем Конституционно. Так вот начнем с того. Откуда взялось два раза и 14 дней у господина президента? Из решения Конституционного суда, из интерпретации. А Конституционный суд по своим полномочиям имеет право вмешиваться в материю Конституционную? Нет. Есть законодательный орган для этого. Есть парламент Республики Молдова. Если они считают, что в 98-й статье написано неправильно, они имеют право направить парламент, то есть сказать, ребята, разберитесь с этой статьей. А я имею право задать вам вопрос, для того, чтобы мы все-таки ближе вернулись к теме. Я этим правом сейчас намерена воспользоваться. Вот смотрите, ни для кого не секретно, что демократы постоянно критикуют то, что делает президент. Вот всегда. Куда бы ни поехал, что бы ни сделал. Демократы. Это понятно. Не только демократы, правящая коалиция, скажем так. Но при этом что они делают? Их юристы говорят, ну вот то, что надел Дадон, должен на импичмент уже все это. Да, Асмакевску говорит. А что при этом говорит спикер? Не спикер, а премьер-министр. Он говорит, вы понимаете, мы пошли на импичмент, но... Он же не состоит. У него же, говорит, высокий рейтинг. Честно говоря. Прям им текст. Понимаете? И вот отсюда возникает вопрос, зачем трогать сам институт президентства? Ну не нравится вам Дадон? Добивайтесь его импичмента. Давайте так, таким путем пойдем. Нет, вы замахнулись на сам институт президентства. Причем президента всенародно избранного. Давайте так, Дадон не будет вечным. Безусловно. Подожди. Я с вами соглашаю, это вы нервничаете. Это будет для институции. Будет следующий президент. Это будет для каждого, который будет после него. И не сделано для него, для институции. Кто придет в это, тоже для этого и будет. Не будет то, что он сделал, как бы не будет утверждать министров. Все в той же ситуации. Я поняла, что вы имеете в виду. Корнил, у нас часто принимают... Не надо связывать с Дадоном сейчас. Я поняла. Вот, вы так говорите, а я сейчас спрошу у Корнила. У нас конъюнктурные решения из-за конкретных персоналей часто принимаются в стране? Вот откровенно. Нет, вы... Это не конъюнктурные решения политические принимаются всегда и везде. Исходя из политической ситуации. Хотите скажу, да. Вот если бы президент Лучинский тогда не воевал с парламентом, было бы принято тогда решение? Нет. Нет. Какое решение? По поводу перехода. По поводу перехода на парламент. Там была настоящая политическая борьба. Там было все конъюнктурное. И дело было в личности президента. Но из этого... Это было из нашей истории. Именно так происходит всегда. Вы подтверждаете сейчас то, что говорю я. Понимаете? А я-то о чем говорю сейчас? Ну я знаю, о чем вы хотите сказать. Я говорю сейчас, что не нравится Дадон. Мы понимаем. Но давайте мы вот, когда мы оперируем такими категориями, как институт президента, как правительство, как парламент. Давайте мы здесь будем аккуратнее. Не будем смотреть на то, кто сегодня на этих... А он не понравится им премьер. Вот тут не нравится. Давайте что-нибудь такое делать. Это же неправильно. Я не рассматриваю так серьезно, как вы, вот эту попытку устранения президента, вообще исключение его из структуры, из политической структуры. С чем я могу согласиться, это с тем, что идет постоянное урезание функций, его полномочий. И это является частично конъюнктурой. То есть это политическая борьба, которая ведется между демократической партией и партией социалистов. Частично она происходит из-за того, что демократическая партия должна найти выход для тех ситуаций, когда президент заводит ситуацию в тупик. Когда не делает то, что они хотят. Когда существуют политические тупики. Я бы сказала так. Нет, нет, нет. Есть... Кстати, вот эта ситуация, может быть не по назначениям, но по законам, здесь президент создает тупики и нужно выходить из этих тупиков. И Конституционный суд расширил эту возможность выхода из тупика, объясняя и ситуации с назначением. Почему импичмент не объявляют? А я уже сказал, потому что здесь опять конъюнктура. Идет конкретная политическая борьба. И были демократические... То есть они знают, что... Лидеры демократической партии об этом и говорили. Да, что проиграем. Зачем нам рисковать? Значит, давайте будем насиловать конституцию. Зачем рисковать и получать непонятные результаты, когда можно просто ограничить возможности президента. Но они так не говорили, получая непонятные результаты. Незаконным путем. Как не законным? Конституционный суд не имеет права не тратить конституцию. Он может только говорить, соответствует этот текст конституции или нет. Я говорю и про другие ситуации. А у нас конституционный суд решил, что его решение является конституцией. Подождите, господи Чуря, почему не очень... В области безопасности и так далее. Подождите, мне очень интересно, когда рассуждают вот таким образом. Но, хорошо, вот мы сейчас говорим, не было назначено два министра, его отстранили на пять минут. Очередной раз, прибегнув... И вышли из тупика. Да, и вышли из тупика. А вот когда назначали министра юстиции, который был подписан, потому что сказали, что он профессионал, он знает эту отрасль, а тут просто... Она, по-моему, все-таки. А тут просто, да, господин президент, когда ему прислали на полулисточка бумаги о том, что мы хотим назначить двух министров без CV, без предупреждения, без того, что есть уголовные дела, о проверке, без соблюдения законодательных норм, просто на полбумажки. И он отказывая, мотивируя, что это не профессионалы, что они не должны... Правильно, а почему? И он сказал, ребят, предложите другие кандидатуры, которые будут соответствовать нормам, и я подпишу, как было раньше. Но нет, в данном случае что делают? Идут на то, чтобы отстранять, потому что нам нужно, чтобы назначили, так извините, а кто в данном случае нарушает закон и конституцию, используя конституционный суд? Они исходили с решения конституционного суда, что можно обойти решение президента. Так вот в том-то и дело, понимаете, у нас все делают, чтобы обойти, не заблюдать букву закона, а обходить. Чтобы обойти вето президента, который не является окончательным. Подождите, что такое вето президента? В системе власти... У нас ее нет практически, только частичная, скажем. А вы знаете почему? В данном случае... Но вы хотите, чтобы у нас был полный. В данном случае нарушается шестая статья конституции, а именно принцип разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную. И институт президентства в данном случае, основным принципом разделения властей являются сдержки и противовесы. Не нарушается ничего. Нарушается, потому что президент по своим... У нас нет полного права вето президента. Подождите, у нас, если взять по принципу разделения властей, и что институт президентства, не личность, а именно институт президента, является стержнем сдержки и противовесов, по конституции расписано везде. Но права вето у него нет. А тут вопрос не вето. Вопрос не вето. А почему эти кандидатуры, которые назначаются, не проходят все те этапы, которые проходят, когда назначается правительство все? Почему? Не знаю. А почему им такая привилегия? И когда господин президент... Ну они... Что они? Они не проходят процедуру. Они прошли процедуру никакую. Они прошли комиссию по права назначения иммунитетом, как проходят в начале. Не прошли. Они парламентские излучания не прошли. Секунду. А что? А когда правительство назначается? Правительство, когда назначается? Нет. Когда предлагается кандидатура премьера, что нет? Что? Когда голосуются в парламенте? Во всем комиссии. По всем. Почему, когда назначается все правительство, проходит по всем комиссиям, а когда мы меняем, мы пол-листочка присылаем? Понимаете, в чем вопрос? Это не идет речь о всей составе правительства. Да, но и когда предъявляют, что он не соответствует этой должности. Что нарушил парламент? Парламент ничего не нарушил. Парламент нарушил. Я скажу, подписал. Есть решение Конституционного суда. Опять. Есть итогование. Что нарушил? Конституционный суд вынес свое решение в нарушении 38-й статьи Кодекса Конституционной юрисдикции и в нарушении Конституции. Я не буду обсуждать то, что нарушит Конституционный суд. Не имею права, как юрист. Есть решение Конституционного суда. Есть итогование и все. Господа юристы, вот смотрите как. Эту новость слышат наши телезрители о том, что надо подумать, нужен ли нам вообще этот институт президентства. Первонаперво, наверное, они подумали, слушайте, а мы же вообще всенародно за президента голосуем. Ну да. То есть мы все, не парламентом, да, а мы все идем для чего-то к избирательным органам. Почему вы пошли на выборы, если Конституционный суд это толковал, что перейти к президентской стране, чтобы избрать президента голосуемого. Господин Загородный, можно я... Что тогда вы не... Господин Загородный. Так же, как и вы. Это, конечно. Господин... Ну да. Можно я закончу вопрос? Да, спасибо. Вот смотрите, и люди задают себе этот вопрос. И задаю этот вопрос я точно так же вот вам. Вот вы поторопились отвечать. А вот когда они урежут совсем полномочия, когда они подумают, нужен ли им этот институт, то есть получается и всенародное уберут? Да? Так? Ну вы помните, как всенародное появилось у нас? Мы помним, как... Тоже в результате решения Конституционного суда. То есть пересмотрят. А существует определенный... Нет, Корнил, вот сейчас, если можно с конца, ответьте, пожалуйста. То есть пересмотрят, лишат народ всенародное избирать или нет? Я не знаю, как это будет. Кстати, так как появилось всенародное избирание президента в 2000 году, и мы к этому вернулись совсем недавно, это тоже было странно. Заход солнца отменить, заход солнца отменить. Но вот в последнее время, я это признаю, но мне кажется, это в определенной степени выход из ситуации. Мы все больше и больше живем, исходя из интерпретации Конституционного суда. Наша политическая система во многом определена вот этими решениями. И мы давно уже живем по этим правилам. И я не могу, не готов сказать, что это неправильно. Конституционный суд очень часто находил решения для тупиковых ситуаций, которые существуют, заложены в нашей Конституции. Вопрос в том, что это были за решения. Когда это были решения, над которыми смеялся весь мир, это было интересно. Это были политические решения. Я не помню, что это было. У них был юридический характер, но я предстоит на политическое решение. Нет, в них была политическая целесообразность, а потом уже остальное. Но и юридическое размышление, юридическая рефлексия тоже была. И они были, я не особенно... Либо, что хоть что-то было юридическое в этих решениях, всего прочего. Вот это как-то... Они исходили из конституционного текста и давали... Скажите, вот народ переживает. Только вроде дали право избирать президента. Вот теперь, когда вот говорят... И это право никто не отберет. А, то есть больше народных? Ну, конечно, будут, как если сегодня, как избрали президента, так и будут избирать и прямым голосом. Так что, кто-то сказал, что отменит это? Господа юристы, как это выглядит, когда избирают президента всей страной, а полномочий у него, мягко говоря... Меньше, чем у того, который избирали парламент. Можно с ним оффку. Да, вот объясни, как это выглядит. Одной фразой, узурпация власти. Узурпация власти. Это выглядит так. Вот и все. По-другому я никак не могу... Есть принцип разделения власти, и он заложен в конституцию. Для чего он заложен? Для того, чтобы какая-то ветвь власти не потянула ее на себя. Для того, чтобы парламент не узурпировал власть. Для того, чтобы правительство не узурпировало власть. Есть посередине президент, который во всем мире является главой государства. И у него есть четкая познакомка. А вот я согласен. Нет, нет, нет. Как раз президент никогда не является частью исполнительной власти. А чем он? Для этого он глава государства. Он стержит. Конституции. Держите противоверие. Вы юридически посмотрите. Пожалуйста, почитайте принципы. Исполнительная власть у нас двух голов. Исполнительная власть изберет в штатах. Когда президент является главой исполнительной власти, тогда он относится к исполнительной власти. В нашем случае президент является сдержками и противоездом. Имеет право участвовать в заседаниях Кабинета. И парламента, и правительства. Так скажите, что он и законодательная власть. Чего же вы тогда не говорите? Он имеет право участвовать в заседаниях парламента. Он имеет право законодательной инициативы. И законодательной инициативы. Да, но это другое. Президент является сдержками и противовесами. И у него сдержки и противовесы. Передозначение. Назначение правительства. Я пытаюсь как-то... Он назначает правительство, но не является его правом. И это не двуглавость. Это не двуглавость. Не путайте народ. Юридические термины не надо путать. Хорошо. Можно я закончу твою мысль по узурплате и власть? Для того, чтобы было понятно телезрителям, что происходит. Смотрите. И 13 ноября 2016 года народ 52% голосов, участвующих в выборах, избирает своего народного президента. За полтора месяца до его вступления, до 21 декабря, по-моему, да, 16 года его лишают ряда полномочий уже избранного народного президента. Его лишают СИБА, его лишают государственные охраны. Что произошло в сентябре этого года в результате этого мы знаем. Попытка покушения на президента. Будем называть вещи своими именами. Вот. И дальше... Да, конечно. И дальше, смотрите. То есть его лишают ряда полномочий. В том числе по прокурору и так далее. То есть какая-то власть власти... Давайте оставим прокурор покоя, потому что прокурор сейчас назначается президентом. Судин назначается президентом. Первый раз и второй раз. И никто ему не урезал. Если взял СППС, это не означает, что он... Мы ему дали президент. То есть кто назначает генерального прокурора по новому закону прокуратуры? Попытка! И еще и второй раз и седьмой раз. Кто назначает? Ну конечно. А что вы говорите? Кто назначает судей? Первый, второй апелляционный палат, президент. Кто президент назначает? Что, кому его урезали? После второго раза, если ему предложить ту же конституру, он обязан. Конечно. А если не назначат, значит конституционный суд. Да конституционный суд. Я хочу договорить. Итак, первое. Сначала его лишили полномочий. Второе. Этого не понравилось, как он реагирует на некоторые кадровые вопросы, на непрофессионалов, которых предлагает правительство. Его начали отстранять периодически от должности. Это уже четыре раза произошло, хотя говорили, что это в исключительных случаях, возможно, и так далее. Хотя в 2013 году Венецианская комиссия, юристы это прекрасно знают, сказала, что это не демократический путь, его нельзя использовать. Теперь посмотрите, третье. То, что произошло 9 сентября, да, это моя точка зрения, ни одного меня. Извините, те кадры, которые демонстрировались на всю республику, это стопроцентный заказ. Теперь следующее. Это по 9 сентября. А теперь вообще Канду договорился до того, чтобы лишить вообще президентского вопроса. Вот, смотрите, Борис Андреевич, все, что вы перечислили... Это что, не путь к тому, что сказал Сергей Владимирович, называя это слово. Да, спасибо, что перечислили. Давайте вопрос поставлю по-другому. Смотрите, ведь у нас в стране очень часто возвращаются к идее системы правления. Ну, вот очень часто. К власти приходят одни силы, они говорят, нам хорошо бы так жить. Приходят другие политические силы, говорят, нам хорошо бы так жить. Третьи по-другому. Еще год назад, чуть более года в РУ, президент Дадон сам сказал, что ему не нравится система политическая, и поэтому он предложил идею президентской республики. Но, в отличие от того, что предлагает господин Канду, он не предлагает кулуарно, да, давайте в парламенте это проголосуйте, он предлагает выйти с этой идеей на референдум. Господа, вот раз у нас такие жаркие споры, давайте спросим у людей. Вот прямо возьмем эти два вопроса и спросим. Президентская, парламентская, вот что им надо, понимаете? Один раз взяли и решили. Разве не демократичнее путем референдума? Я вам напомню 2012 год, господин Шаповалов и господин Мишин, когда 16 марта народ, 50 тысяч человек стояли на улицу, и тогда, будучи через несколько лет президентом, Дадон зашел туда, в зале бюджетного заседания, и избирал Тимофтий. Нарушивший все конституционные нормы, даже по срокам, полтора года, когда в Конституции, в какой статье 78 и 85, по-моему, где написано, когда избирается президент, каких сроков, и когда все это было. И полтора года мы кричали, досрочный выбор, нарушается Конституция, узурпация власти, кто туда пошел, кто голосовал, кто как Конституционный суд тогда трактовал, вот эти нормы Конституционные, что надо, через три момента, через закон, через, не знаю, чтобы вы забыли, не забыли. Поэтому не надо сейчас думать о том, что, или винить кого-то, что Конституционный суд через год. Нет, он так и был тогда. Да, тогда трактовал, подождите, я вас не перебивал. Тогда трактовал, в 12-м году голосовали, узурпили, то, когда те, альянс первый, второй, я не помню уже, который был тогда, узурпировали власть, и назначили через полтора года нарушить силу. Это ваш альянс. И все, и все, не наш, их не. Это вы у вас. Я не был в том альянсе. А, кстати, господин Доргородник, а вы не выступали за ограничения полнорочить президента Лаврова? Поэтому не надо сейчас говорить о том, что что-то кому-то мешает. Можно задать вопрос? Вы не выступали против ограничения президента Воронина? И почему не выступали? Я против чего? Ограничения полномочий Воронина, почему не выступали? Я не выступал против... Да что, тогда было бы... А чем он догоннишает? И что, зачем выступать против ограничения президента Воронина? Зачем? Потому что вы у вас. Вы у вас есть, вы у вас есть, вы у вас есть, вы у вас есть, вы у вас есть. Вот я вам ответил на все ваши лекции. И исходя из того, что господин Чуя, что есть политические моменты, когда нужно туда включаться и вот эти блокажи надо устранять. Господин Загородный вопрос был по поводу референдума. Да. Я не против. То есть партия ваша против, а вы за... Будет решать партия, будем решать ее вопросы. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Потому что... Нет, секундочку. В парламенте четко сказал Канду. А давай так, если мы на каждом шагу или через каждые полтора месяца, или полгода, или три месяца, или квартале будем делать эти референдумы, не забывайте, что эти референдумы стоят по 60-80 миллионов леев. Молодец. За каждый. Боже, мне ничего не давать надо. Спасибо. Миллиарно. Молодец. Поэтому если до дома выйдет сегодня, завтра, с разными всякими проблемами за референдумы... Господин Загородный, молодец. Это будет бюджет, который уже... Господин Загородный, насчет денег молодец. Поэтому у меня есть предложение. Давайте одним махом решим вопрос. Языка, румынский или молдавский, на том же референдуме. Решим вопрос по поводу евроинтеграции, решим вопрос по поводу формы пробления. Вы можете продолжить какие-то еще? Да. А сколько можно ругаться на эти темы, господин Чуря? А вы хотите окончательно поругаться на эти темы? Нет, я хочу, чтобы демократы... А как решить народ? Я хочу, чтобы народ решил. А не демократы, не социалисты, никто. Такие вопросы очень рискованно выводить на референдум. Сам господин Дагом очень осторожно начал процесс. Он начал собирать подписи. При помощи конституционного суда отменить закон о функционировании языков это можно. При помощи конституционного суда отменить закон о функционировании языков можно. Никто его не отменял. Он признал его устроен. Говорим об языках. Хорошо, тогда у меня к вам вопрос. Вы хотите, чтобы другая сторона сразу начала реагировать? Господин Загородний сейчас сказал, что конституционный суд не отменил данный закон. Хорошо, почему? А я все пытаюсь поговорить на нашу тему. Давай, вернемся к нашей теме. Я пытаюсь вернуться, но вы же видите, что вот вы... Так я вас пытаюсь, понимаете, поймать ваш взгляд, что называется, ваших прекрасных, голубых глаз. Давайте дальше. Вы знаете, одна из версий. Может быть у демократов нет стопроцентно проходной кандидатуры на пост президента в будущем? Вот как случилось с Марьяном Ильичом? Вот так случилось, больно демократам. А вот они думают, будут следующие выборы. У кого двигать-то? Вот чтобы не пришлось, один раз мы взяли и сняли кандидатуру, второй раз смеяться будут. Может быть это связано с кадровым голодом у демократов? Отсюда их такие кадровые решения, что Сильвия и Раду, может, все. Давайте вот по этому поводу поговорим, и вы мне скажете, что это неправда, а я вас послушаю. А не ставится вопрос сейчас об выборах президента? Господин Чуря, нужно готовиться к выборам. Вот состоялись президентские у нас в 16-м. Все готовятся к парламентским выборам. А можно параллельно, открою вам секрет. И ты к местным заодно тоже. Так поступают политики. Вы уверены, что вы так? Абсолютно уверена, что хорошие политики должны готовиться ко всем выборам сразу. А, вы так? Да, абсолютно. Абсолютно в этом уверена. Абсолютно. А почему мы сейчас говорим о президентских? Потому что они тогда уже должны были начать готовиться к президентским. И выращивать своих лидеров, и своих кандидатов. И об этом думают уважающие себя партии. Я не знаю, я спрашиваю. В прошлый раз был господин Лупу. А вот не знаю, кто будет. Давайте послушаем господина Загородня. Там еще подпольная была разница. Нет, мы сейчас не обсуждаем кандидатуру на президентскую. Давайте послушаем господин Загородня. Потом будем готовиться к президентской. Будет есть кандидатура. Кадровая политика очень хорошая. Есть кадры, есть кандидаты. Есть люди, которые будут выдвигаться по всем этим. То есть не боитесь в этом плане конкуренции? Ваши комментарии? Нет, у господина депутата прозвучала фраза параллельно с местными выборами. Вы что, не имеете в виду, что их совместят? Нет, я сказал, что будут парламентские, будут еще местные. А, а то я подумал, что партии решили уже совместить. Нет, 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 нет. Ну, мало ли, солнце... Этого другое было сказано. Господин Канду заявил, что такого не будет. Будет все в сроке. Кстати, да, господин Канду сделал такое заявление. Поэтому не надо успокоиться о кадровой политике в Демпартии. Все в порядке? Нет, ну понимаете, господин Загородний, ну говорят же об этом. Говорят, что у него хорошая жизнь. Если говорят, значит, уважают. Вот какие-то многостаночники. Сама ситуация того, что происходит в государстве, говорит, что у нас нет государственной кадровой политики. Я еще раз говорю, если мы к директору школы... Совсем нет уж нет. Право демократов выдвигать своих людей. Я еще раз говорю, если к директора школы и главврача нужно назначать специалиста со стажем работы, со всем остальным, то почему эти... Институт целый по подготовке кадров при президенте, по-моему. Подождите, но какие-то элементарные требования к государственным чиновникам высшего уровня должны быть... Должно быть элементарное понятие подготовки кадров на определенные должности. Ну нельзя же одну Сильвию Раду сначала двигать в президенты, потом двигать в завхозы города Кишинева, а после этого ставить ее министром здравоохранения. Но неужели демократическая партия, ведущая политическая партия нашей страны, не ушла, не нашла ни одного захудалого врача, которого можно сделать министром? Не нашла ни одного врача, нужен переводчик. Вот это кадровая, эффективная политика. Вы думаете, что... Если бы это было в советское время, ну не знаю. Не, ну я понимаю, что ленинский лозунг, что кухарка может управлять государством, кстати, он этого не говорил, это ему приписывают, но, наверное, все-таки не работает. Он не прямо так сказал, он... Там более мягкое определение, да. Ну нельзя пользоваться... Ну я понял, вам не нравится Сильвера Раду. Нет, нет, не нравится. Мне не нравится кадровая политика. Нет, вот вы, слушайте, вот вы, слушайте, вот наши, и секундочку, вот по левую руку, мои уважаемые гости, правые, вот что вы зациклились на Сильвера Раду. Ведь есть господин Ботнер, который тоже у нас может работать в любом министерстве, а сейчас он уже у нас и в Сибире, разве не так? А вы посмотрите все правительства, которые были в нашей истории. Поэтому вы видите, не одна Сильвера Раду, тут есть еще, у нас есть еще кадры. Я не буду комментировать, они Сильвера Раду. Есть будет, ну да, что-то комментировать. Если посмотрите в ваш табор там, где в президентуре, если все профессионалы со всех... А я вообще к тому табору никакого отношения не имею. Вы знаете, а я прошу вас... Я не член партии, я не работник аппарата, я просто политолог. А вы табор сейчас в каком смысле имели в виду, господин Богороди? Табор, это в каком смысле вы сейчас сказали? Можно и уточнить. Ну, это имеется в виду, партия себя ассоциирует с табором, и поэтому... Социалистической партии. Я не имею в виду социалистическую партию табор. Это такое вот сравнение просто получается. Я просто должна была этот вопрос выяснить, потому что тут очень много дискриминация всякая. Тут вопросы... Понятно. Пойдут ли демократы с этой чудной, замечательной идеей, то, о чем мы говорим, по поводу, значит, уменьшения, да, роли президента и вообще, может, его там как-то снять, да, к избирателям во время выборов? Вот господин Загородный, вот вы пойдете, сейчас будет предвыборная кампания, вы пойдете и что будете говорить народу? Мы будем выступать за то, чтобы отменить институт президентства, чтобы снизить полномочия, что вы будете им говорить? Людмила, я буду говорить то, что мы сделали, и правительство Филипп сделал за два года, как она функция. Я не буду говорить по президенту. А вот если вам в зале зададут такой вопрос, что вы ответите? Будут президентские выборы, вам ответит наш кандидат. Поэтому сейчас имеем место парламентские выборы, мы выступаем за парламентские выборы. Ну, конечно, во что они, это не ответит. Самые политические ответы. Если это касается кого-то, если одного избирателя, коту Мориса Лапуганеж, Дипелунка Протал, будет его это очень сильно волновать, я ему отвечу тогда. Но я не думаю, что его будет интересовать рост уровня жизни, чтобы его рост доходов. А не то, что президент будет назначать одного или второго или полномочия. Я поняла, въедливый избиратель будет вам задавать еще вопросы, но я думаю, вы подготовьтесь к тому моменту. А еще вот вредный какой-нибудь избиратель, может вас спросить вот так вот. А скажите, пожалуйста, все-таки вот насчет евроинтеграции, вы что-то про молдавский, про европейский, мы что-то ничего не понимаем. Вот вы нам скажите так, просто и по-мужицки. Вы какие, чьих будете? Вы про европейский и про молдавский, непонятно. Ну так что, вы должны сами понимать, что то, что мы говорили, что сейчас курс, внешний курс. Я политолог не понимаю. Внешний курс Республики Молдова, который был взят, это европейская интеграция. А партия демократов Республики Молдова, промолдавская партия, которая в ситуации, в которой упомянулась Республика Молдова. Что одни тянут в Евразии, другие тянут в Унирику, Румыния, третий, не знаю, куда, седьмой, куда. Я говорю за разделение с общества, чтобы объединить общество. Так как вы можете объединить, когда вы вступаете за один вектор интеграции, за европейский? А господин Долдон не против европейской интеграции. Он не выступает против, кстати. Вот, так вот. Так они против евразийского вектора. А тогда, если бы они говорили, что мы за евразийский союз, нет вопроса. Можно я вредный вопрос задам уже в вашем визове? Я закончу, Людмила, можешь я закончу? Только он, пожалуйста. Потому что в этом контексте мы говорили, про Молдову это означает, что надо жить со всеми. И там, где Молдовы должно быть, там, где ее интересы. И на западе, и на восточном, и соседней со всеми жить в нормальных отношениях, но жить для своего промолдавского народа. Вот это все. Мы поняли, будем жить для промолдавского народа. Но на российско-молдавский экономический форум никто не пришел с министерства и с депутатов правящего большинства. Они хотят промолдавский жить. Теперь вопрос ответливого избирателя вам двоим. Вот избиратель тоже так вот посмотрит на это все, да, скажет, как вот мы интересно ждем. Слушайте, господа социалисты, вы пришли вот тут вот агитировать за себя и говорить, что вы такие хорошие, что вы промолдавские. Вы говорите это давно, а мы что-то ничего не поняли. Вот приходят демократы и говорят, что они тоже промолдавские. Вы нам объясните, в чем разница между вами и между ими. Одни ходят на конференции, другие строят дороги. И чтобы мы наконец-то поняли, они на ваше поле электоральное пытаются залезть? Или может быть вы пытаетесь там что-то там будут у них как бы подсмотреть? Отвечайте, пожалуйста, въедливому избирателю. Ну, а что тут отвечать? Вы правильно сказали, демократы сегодня пытаются влезть на избирательное поле левого фланга, потому что на правом им негде брать голоса. Там их четко жестко прессует Европейский Союз, их лидеры, ставленники Настасия и Майя Санду. И вот поэтому опять возникла идея, давайте мы вернемся к лозунгу, что мы центристская партия, что мы промолдавская партия, терем опять очки избирателям. Выборы пройдут, а потом мы будем продолжать, как они продолжают. То есть они раньше позиционируют себя как правая партия, теперь они попытаются... Никогда в демпартии не говорила, что она правая партия. Она не была правой, но, извините, весь этот униянист, который держится в последние годы, это только благодаря ему покажу. Я думаю, что таких заявлений не было. Хорошо, покажу после эфира. Вы мне скажите, вот была президентская кампания, скажите хоть один пункт из президентской вот этой... Восстановил нормальное отношение. ...обещание, которое до Донни была, наша партия обещала, что выполнено из самых таких вот этих ярких, за которые он выступал в народ, что я приду президентом, я буду решать вам одно, третье, седьмое, четвертое, преднестровское... Вот он сейчас вас спровоцирует, а вы ведетесь, да. Давайте, давайте, скажите, чтобы люди увидели, что вот, например, я обещал то сделал, я обещал то сделал, ничего не сделал. Господин Загурой, Господин Загурой, господин Загурой, а кто ему не дает делать? Вы демократы, вы его демонстрируете от власти. Мы должны ему давать. Мы делаем дороги. Мы делаем другие. Заработные платы, рабочие места. И все, что можно украсить, это именно с дороги. Все правильно. Почему? Сделали километр дороги. Я вот слышала вчера новости в родном селе Андреяна Стаса. Вот я все время слышала эту новость, что все время километр дороги сделали в родном селе. Вот сделали километр. А вы знаете почему? И теперь Андрей Андреяна Стаса сможет совершенно спокойно ездить в мае. Вы что, против дорог сельских населенных фондов? Вы против повышения заработных плат? Вы против повышения пенсии? Вы против открытия рабочих мест? Вы против того, чтобы вернули наших семьях и за рубежом домой? Я так понимаю, что вы уезжаете. Что вы уезжаете? Что вы говорите? Вернули и вернули. Восемь человек ежедневно уезжает. Это данные и статистики наши. Причем ваше приводят. О чем мы говорим? Если это все, то... Вы говорите о дорогах. Я понял, что президенты ремонтируют детские сады. Это плохо. Президент проводит акции, то, что может детей первоклассников в школу собирать. Это плохо. Президент помогает пенсионерам. Это плохо. Это хорошо. Вы говорите, хорошо. Так что говорите, что ничего не делается? Так, а президенты ремонтируются, школы ремонтуются, дороги ремонтуются, водопроводы и все это другое. А сколько президента ремонтировал садик, построил площадок детских, площадок спортивных. У вас, у президента всего, даже правительство Румынии отремонтировало садик. Так что... Хорошо. И последний вопрос. Вот знаете... Амигранты плодово-ягодные, которые идут в Россию, и экспорт больше становится. Это вы не считаете? У нас остается что-то около пяти минут, поэтому, наверное, коротко попрошу вас ответить. То есть, знаете, вот я когда все это слушала ваши аргументы, то на самом деле, по-моему, имеет право на жизнь вопрос, а не теряем ли мы вот этот вот противовес, да, система держек и противовесов, когда вот мы все время так потихонечку, то президент у нас всенародно избираем, у него есть такие полномочия, то полномочия забираем, то потом мы начинаем говорить, а вообще зачем он нам нужен, а потом мы забываем, сколько раз мы в парламенте выбираем этого президента, как это все происходит, и у нас мы годами обходимся без главы государства. Вот все вот это вот, и вот эти все эти реформы. Понимаете, рано или поздно это необходимо будет как-то решать. Вот мне интересно, что вы по этому поводу сказали. Господин Мишин. Вы знаете, Людмила, полтора года назад в этой же студии у вас, я сказал, что у нас уже не работает принцип разделения властей, и сдержки противовеса не работают. Что власть сконцентрирована в одних руках, что у нас, что будет делать правительство, парламент и судебная власть, объявляются по вторникам на брифингах. А не как это положено, должно бюро решать. Понимаете, у нас бюро заседает парламента в среду, а во вторник рассказывают, что будет делать парламент на сессии. То есть, говорить о том, что есть принцип разделения властей сегодня в республике Молдова, абсолютно невозможно. Нет, после бюро могут поручить правительству. Его нету. Вот это я слышала. Его сегодня нету, понимаете. Потому что у нас законодательная власть решает так, как ей заблагодарю, разумица. У нас исполнительная власть делает так, как ей хочется. И они между собой решают, как это правильно сделать. А президент, какой власть? Еще раз, президент является серединой по полномочиям. Возьмите Конституцию, хотя бы, я не говорю, чтобы вы взяли учебник «Принцип разделения властей». Есть даже 2003 года, очень хороший автор, можете почитать. Но даже возьмите Конституцию и почитайте по полномочиям, как взаимоотношения происходят президента с правительством, с судебной властью и с парламентом. И вы поймете, тогда к какой власти он относится. Он не относится ни к одной ветви власти. Президент – это отдельный институт, который является гарантом сдержек и противовесов между тремя ветвями власти. Поэтому у него есть право назначения правительства, поэтому у него есть право переназначения министров, поэтому у него есть право промульгации законов, поэтому у него есть право законодательной инициативы, поэтому у него есть право обращения в Конституционный суд, поэтому у него есть право назначения судей. Мы в данном случае, у нас все эти права постепенно урезаются. Так вот в этом вся эта проблема. Это не означает, что исчезает от зрения власти. Урезается, потому что политически партии не хотят соблюдать конституцию и полномочия, которые написаны в этой конституции. Что ничего не подобного? Даже элементарно по назначению министра в 98 статье пункте 6 не написано ни сколько раз, ни в течение какого времени президент должен назначить министра. А интерпретацией конституционного суда это происходит. Вот в чем разница. Секунду, юридически не является уже сильной фигурой нашей системы. Что значит, что не является сильной фигурой? Он является и рейтингом лично, и рейтингом президентура выше. Сдержки противовеса это расформирование парламента, это назначение правительства. Сдержки противовеса функционируют. Покажите мне хоть один случай функционирования сдержки противовеса. Когда президент нарушает конституцию, его отстраняют. В чем? В чем нарушение? Еще раз вас спрашивают. Так, по минутке. Пожалуйста. Все функционирует. Ну да. Господин Загород. Что? Минутка. Я скажу так, что мы не должны обсуждать в таких студиях проблемы то, что президент, полномочий, то, что парламент. Мы должны обсуждать социальные вопросы, то, что делает власть, то, что делает правительство, то, что вы говорите, что там принимается решение по вторникам. Это команда. Это команда. Когда парламентское большинство, правительство, районные советы и премари идут в одном русло и решают вопросы людям. Я вас не перебивал. Это команда. Да, потому что все партии имеют свои предвыборные обещания. Все партии имеют. И эта вся программа выполняется вместе. Правительство, парламентское большинство и местные власти. Поняли. Поэтому мы должны все это вместе обработать на благо наших людей. Золотые слова. Господин Чуря. Минута. А президент не имеет это файвер. Я скажу так, что наш президент, конечно же, урезан в полномочиях. Но это было сделано, исходя из решений Конституционного суда, которые являются юридически обоснованными. И в данном случае есть президенты в мире, которые имеют еще меньше полномочий. Более того, они даже не избираются всенародно. Я вам скажу, есть страны, в которых вообще нет президента. И есть страны, в которых вообще нет президента. Но принципы, сдержек и противовеса функционируют. Потому что они касаются соотношения исполнительной, парламентской и судебной власти. И президент иногда там, где он есть, он имеет определенную помощь. И у нас он имеет, например, право расформировать парламент. У него это есть право. Я хотел бы, чтобы в нашей стране соблюдалась Конституция. Я хотел бы, чтобы кучка чиновников, в данном случае несколько членов Конституционного суда назначенных, а не избранных никем, не превышала свои полномочия, не трактовала текст Конституции, не вносила в него новые изменения и не объявляла свои антиконституционные решения частью Конституции. Вот с моей точки зрения это абсолютно несправедливо. Я хотел бы, чтобы все вопросы у нас вот такого принципиального характера по вектору развития, по языку, по государственному устройству решал народ. Потому что власть принадлежит у нас народу прежде всего. У нас есть народно избранный президент. Нравится он сегодня правящей власти, правящей партии, правящему большинству или не нравится, это проблема этой правящей партии. Но люди добрые, будьте, соблюдайте хотя бы Конституцию, не меняйте ее под политическую ситуацию каждый день. Это неправильно, это несправедливо, это антинародно. Знаете, один иностранец, который побывал в нашей стране, он как бы несколько раз приезжал, вот он уже сложил какое-то впечатление. Но потом он как-то так пошутил, когда улетал, и сказал, знаешь, в чем проблема ваша? Я спросила, в чем? Он говорит, знаешь, вот у вас все хотят быть начальниками, и не могут смириться одни, если начальниками имеются другими. Я как-то даже как-то обиделась, знаете, тогда. А вот сейчас я начинаю думать, и вот когда начинаются ограничения полномочий президента, может быть, прав этот мой знакомый, я непременно ему позвоню и узнаю, что он имел в виду. Благодарю вас за участие, за то, что вы пришли, то, что так сегодня здесь было жарко. Это говорит господин Загородный о том, что надо это обсуждать, интерес есть. И в этой студии мы обсуждаем очень много вопросов. И, кстати, рады всегда видеть вас, даже если вы опаздываете. Спасибо за то, что вы пришли, вы смотрели программу Полюс, я желаю вам всего самого доброго. Он задержался, правда. Я желаю вам, да. Я предупреждал? Да, да, конечно, конечно, конечно. Я же поэтому сказала, даже несмотря на это, мы вас всегда здесь рады видеть. Это была программа Полюс, всего вам самого доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин